Тихий городок Хвалынск всколыхнул, можно сказать, международный скандал. Из старообрядческого монастыря выдворяют гостей из Пакистана. Православный иерей Кирилл, Шахсат Амер и готовящийся к постригу в монахи Павел, Назир Рихмат, проповедуют в Пакистане христианскую веру и в Россию приезжают уже не первый раз. Делятся опытом, сами изучают культуру и историю. У нас годовая мультивиза. И когда мы приехали сюда, в Саратов, в Хвалынск, в Черемшанский монастырь, это у нас было главным приоритетом, первым делом зарегистрироваться. В Черемшанском монастыре, где приезжие старообрядцы молились, получить регистрацию было нельзя. Поэтому, чтобы не нарушать закон, иерей Кирилл, и будущий монах Павел остановились у старообрядца Зарифа Ефарова. Дом прихожанина находится чуть ли не через дорогу от санатория пещера монаха, где и расположен старообрядческий мужской монастырь. Начались какие-то странные визиты со стороны полиции. Я понимаю, один раз приехали, проверили, все нормально, не террористы, все хорошо. Православные люди, монахи молятся, учатся русскому языку. Нет, потом снова приезжали, снова приезжали. И в итоге мне сообщили, что открыто дело о фиктивной регистрации. Ну, он один раз пришел, говорит, давай составим протокол. Протокол составили. И все, я говорю, ну а чем будет? Ну вот, может, штрафовать. И уехал. Потом он уехал, видно, потом я пошел в монастырь, а там он, видно, туда приехал, а там отец Никита, это монах. Отец Никита, говорит, вот, приезжали, объяснил, что они здесь приехали, говорит, штажироваться. А потом через некоторое время, позавчера приезжал начальник. Матчанин, паспортный слава приезжал. Говорит, ну что, где, говорит, она. Я говорю, они, там, в монастыре, находятся. Ну ладно, говорит, ладно. Я говорю, ну что, нормально, 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 все, уехал. А вчера еще приехали, они, в Ческову приехали, потом еще гражданский какой-то, я не знаю, в СВСБ или откуда-то. Он говорит, вот, в Ческову, говорит, вот, иди, говорит, там. Ну вот у него уже там напечатан уже протокол, все. Никто из старобрядцев и не предполагал, что визит гостей из Пакистана обернется такой проблемой. Зарифу и Фарву предъявили претензии за фиктивную регистрацию, а это чревато многотысячными штрафами, вплоть до полумиллиона рублей или даже тюремное заключение. Неужели, недоумевая старобрядцы иностранные граждане, это заключенные, которым нельзя выходить из дома? Ведь Шахзат Амир и Назир Рихмат приехали познавать основы православия в монастыре, а не сидеть сутками по указанному адресу. Мы даже этого себе представить не могли. Мы думали, Россия – это свободная страна. И мы живем в мусульманской стране, и у нас бывают, возникают проблемы такого рода, дискриминация в отношении христиан. И мы думали, мы приедем в Россию, а Россия – это христианская страна, мы встретим братьев и сестер, потому что это вроде как христианское государство. И мы были вообще удивлены и смущены, потому что полиция несколько раз приезжала, и они нам даже говорили, что вам нельзя выходить за двери монастыря. И мы как будто какие-то заключенные в тюрьме должны сидеть в монастыре и никуда не заходить. И когда нас допрашивали, полицейские нас спрашивают, как вам нравится Россия, и мы ответили, ну если вы нам разрешите выйти из монастыря, то, наверное, нам понравится. После того, как в Фолынск приехали СМИ, проблема, кажется, уладилась. Отец Михаил Родин после беседы с представителями миграционного отдела вышел из здания полиции воодушевленным. Сегодня у нас был крестный ход на Черемшане в монастыре, и после крестного хода нас всех приглашают с иностранцами, чтобы отца Кирилла тоже допросить. Вот так было озвучено. Ну и сейчас мы пообщались с начальником миграционного отдела здесь, с майором Горбуновым. Он, в общем-то, хорошо поговорил по-человечески. Оказывается, к нам никаких претензий, просто просит их контролировать. И он обещал, что никакого штрафа не будет. Возможно, это результат вмешательства средств массовой информации. Хэппи-энд, впрочем, не удался. Стоило прессе уехать из Фолынска, как старобрядцы получили письма о том, что еще 19 июля они лишены регистрации. Уведомлением вручили 28 июля, в воскресенье. Даже позаботились, на дом доставили. Но проблема в том, что на решение вопроса с регистрацией дается 10 дней. То есть по пакту пакистанцы просто не успели бы исправить ситуацию. Отец Михаил Родин попытался встретиться с руководителем миграционного отдела, но тот просто сбежал в неизвестность. Андрей Александрович, вот вы мне в субботу говорили о том, что никаких проблем. Главное, чтобы был контроль. А сейчас, получается, уголовное дело возбуждено, да? После девяти минуты. То есть вы со мной отказываетесь разговаривать, да? Вот так, да. Ну, все понятно. В субботу он говорил, что все нормально, никаких претензий. Просто надо, чтобы были под контролем. А теперь оказывается, что они сняты с регистрации. То есть они сейчас не зарегистрированы. Регистрации нет. И я попытался встретиться с ним. Я говорю, в чем дело? Он говорит, уголовное дело заведено. И отказался со мной разговаривать. Никто не видел протокола допроса из нас. Без руководства монастыря составлялись протоколы. И на Зарифа Ефарова вот это уголовное дело заведено. Он не ознакомлен с материалами уголовного дела. Он в большой растерянности. Дедушка, честно говоря, боится. О том, как проверяют эффективность постановки на миграционный учет, рассказала руководитель отдела по вопросам миграции МИУ МВД Балаковская Алла Семенова. Она, кстати, оказалась в курсе ситуации, произошедшей в соседнем Хвалынском районе. Ну, там, конечно, много оснований, которых должен посмотреть. Не то, что он пришел, а человека этого нет. Должно быть там наличие вещей, которыми он пользуется, предметов гигиены, подтверждающих факт, что, да, возможно, он может быть на работе. Если он у него на самом деле живет, он ему может позвонить. И если он в шаговой доступности на работе или где-то, он, как правило, не то что приходит, он прибегает. Насколько я знаю, там пока проводится проверка. Там уголовное дело не возбуждено. Это разные вещи. О том, что вы говорите, но привлечены же будут не граждане Пакистана, я еще раз говорю, привлечены будут граждане Российской Федерации, которые зарегистрировали у себя данных граждан. Но если то, как вы говорите, на самом деле, есть и свидетельские показания, и вещи этих граждан, я думаю, там будет вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. А о том, что вы спросили, да, я знаю. Старообрядцы предполагают, что эти гонения начались неспроста. Им кто-то хочет подпортить репутацию. Возможно, в дело замешано руководство здравницы пещеры монаха, на территории которой и расположен монастырь. Эти земли исконно старообрядческие. Более того, до революции 1917 года вся территория здравницы принадлежала Свято-Успенскому Серапионову мужскому монастырю. У нас есть частное мнение такое, что сразу после встречи, которая произошла у наших архиереев с Вячеславом Володиным, по вопросу о передаче монастырю земли, потому что там только здания передали, земли нет, а земля принадлежит санаторию пещеры монаха. И о передаче монастырских зданий начались вот эти проблемы. Возможно, это руководство пещеры монаха так пытается отбить в нас охоту, добиваться получения, чтобы передали монастырю землю и здания. Есть такое предположение. В настоящее время идет возрождение Черемшан. И хотя старообрядцам отдали введение полуразрушенное здание, которое хотели сносить, они и этому рады. Потихоньку восстанавливают помещение в единственной старообрядческой обители в России, стараются жить скромно и правильно. И старые русской вере учат иностранцев.